Использование видеопроекции элементов Театра Теней, грамотно проработанного звукового и художественного сопровождения. И все это на сцене зала Театра Куклы Кузнечик. Новая постановка, история про волшебное кольцо и змею с карапею придется по вкусу и детям, и взрослым. В этой сказке очень много человеческих взаимоотношений, да, тонких, хороших. Там есть и волшебство, но там можно проговорить с детьми, проартикулировать для них какие-то важные человеческие взаимоотношения. Это очень важно для меня. Еще одной фишкой новой постановки стало перемещение действия спектакля вокруг зрителей. Чтобы уследить за Ванькой и мамкой, за кошкой, собакой и прочими героями, маленьким зрителям придется постоянно следовать за героями головой и глазами. Это просто разноображивает для детей видеоряд, да, то есть они не привязываются к конкретному месту, они могут переключиться сюда, посмотреть туда, посмотреть, да, естественно, когда нам это нужно. Мужичок, продай мне шуночка! В своей театральной находке питерский режиссер считает способность включить в визуализацию спектакля «Театр теней», используя вместо источника света видеопроекцию. Итоговый результат полуторамесячной работы оценили все, кто присутствовал на генеральной сдаче. Для маленьких детей это будет скорее больше комично, чем понятно. Для взрослого это и комично, и понятно. Это интересно. Это очень интересно. Я наблюдала своим маленьким ребенком, ему точно понравилось, это однозначно. Увидеть новую постановку зрители смогут уже в следующие выходные. Премьера состоится 20 октября. Узнать более подробную информацию о спектакле можно по телефону 760-09. Кирилл Васенин, Артемий Глазков, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.